Я думаю, это развито только в азиатских странах. Я был эксгуматором трупов. Каюсь! Был у меня вот такой патронтаж, но я решил использовать еще как. Узнаете, ребят, что это такое? По виду это троллейбус. Докатались мы, шторм пришел. Смотрите, что творится на улице. Автобус дальше не идет. Автобус идет в парк. Ребят, начнем нашу погрузку с небольшого лайфхака. Достаточно бывает непросто, по крайней мере, мне сейчас на Максе как-то непривычно и непросто попадать на прицеп с первого раза. Допустим, на нашем вездеходе я залетал с первого раза, а на этом как-то с первого раза не получается. Все почему? Потому что нету ориентиров. Они немножечко по-другому здесь все стоят, и все для меня непривычно. Я сделал вот такую вещь. Это геометрический центр вездехода, который у нас будет совпадать при погрузке с центральным профилем на прицепе. Все очень просто. Вот эту вот черную штуковину подводите к центральным... Вот видите, промахнулся я сейчас. Ну вот так вот, в общем-то. И все, можно заезжать, в принципе. Достаточно удобно стало. Ты прям превзошел себя. Собраны, готовы, бодры и веселы. И поедем. Потому что уже пора. Погодка у нас с 26 градусов упала до 13. Я надеюсь, в воде хоть будет тепло. Сегодня мы будем копать под водой. Едем в Сверскую область на разведку. Ну что, Мишанька, может, в столовку? Ох, ох, хочется, хочется. Что-то обманывает. Еще полчаса едем всего. Ему уже в столовку хочется. Не, едем, едем. Это у нас канал на Ютубе. Герасим Шерд называется. Мы путешествуем тоже по всей стране. Вот сейчас едем в один из наших выездов. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Меня Костя зовут. Саша. Мы из Москвы практически, из Московской области. Едем в Питер к друзьям. Едем автостопом. Ну не очень получается, что-то двоих плохо берут. Я вообще как пятый год уже автостопом путешествую. В основном один. А я третий день. А это да, скажем так, новичок, да? В автостопном деле. Слушай, ну вот по твоей практике, как быстро ты добираешься до Питера? Обычно это два дня. То есть за один день я ни разу не добирался до Питера. То есть это где-то заночевать приходится. И на следующий день я обычно добираюсь. Вот. Ну я в Питер всего два раза стопом ездил. Я в основном на юга езжу, либо на Урал. Туда гораздо проще и быстрее идет автостоп. То есть люди более охотно берут, да? Да. Скажем так, на югах в среднем за день получается 500-600 километров проехать. То есть побольше. Вот. А я не только по России стоплю, я по странам по различным стоплю. И, наверное, отличный самый автостоп. Мне больше всего нравится в Грузии и в Турции. Замечательный просто автостоп. Слушай, ну вот это автостоп, это у тебя, скажем так, это возможность сэкономить или это смысл жизни какой-то? Ну это как хобби твое. Что это такое? Это что-то среднее. С одной стороны сэкономить, с другой стороны столько нового. Это эмоции, это новые знакомства, это какие-то приключения в конце концов. Потому что в жизни приключений, в принципе, может и хватает, но не такого рода приключений. Это всегда что-то новое. Никогда не бывает одинаковое. Никогда не бывает, чтобы повторялось. Всегда что-то интересное происходит. Вот, например, ну не сегодня, вот эти мы три дня пытаемся уже добраться. Это вы третий день уже едете в Питер? Отъехали всего ничего. Да, до двери. И то не совсем автостопом пришлось и электричкой воспользоваться, потому что совсем не шло. И заночевали на берегу Волги. У нас палаточка с собой. Все необходимое имеется. То есть вы не в гостиницах, вы так вот? Да, да, да. Пока лето, пока тепло, можно ночевать. А стопите, ну, ты стопишь в основном летом, да? Да, я пару раз зимой ездил, но, скажем так, это был вынужденный стоп, не то, что мне необходимо, ну, не то, что я хотел, а мне необходимо было передвигаться и был вынужден использовать стоп. А так, для передвижения, в основном, только летом я использую стоп. Можешь рассказать, какой-то вот случай, скажем, самый смешной случай, да, из твоего вот опыта и самый, скажем, такой экстремальный случай стопа? Я начну с экстремального, наверное, это случилось два или три, три года, наверное, назад. Это было в Ростовской области, я возвращался из Крыма автостопом, шел вдоль вот такого отбойника и ни с того ни с сего в меня стреляют. О, как? Да, из-за драматического оружия попали мне в рюкзак и по касательной по руке. Я сначала вообще не понял, что происходит. Я так понял, это какие-то подростки куражились, воздух полили и, видимо, им было интересно меня больнуть. Это такой был очень экстремальный момент. А из забавных случаев, ну, разве что, наверное, один раз меня подвозил священник, но не каких-то традиционных конфессий, а какой-то одной из ответвлений христианства и он очень сильно меня агитировал. Просто нереально посетить вот их приход обязательно. Мы сейчас заедем обязательно. Там вот просто насел очень сильно. То есть ты уже был готов согласиться, да? Практически, да. Мы все очень сильно ждем тебя. И, кстати, у нас в 3 начинается занятие. Да, есть ли у тебя квартира, да? Все, остановите. Вот куст, я к нему ушел. Я вот буквально недавно из Кореи, из Южной вернулся, там 2 месяца провел. Там замечательный оказался автостоп, просто замечательный, с условием того, что они абсолютно не разговаривают по-английски. Люди даже везут туда, куда им не надо. То есть просто на карте показывают, что я еду туда. И даже если мы не по пути, он либо прям точку отвезет, либо хотя бы свернет и довезет как можно ближе. Я, правда, туда ездил чисто с такими целями заработать денег. Корея считается таким местом, где можно заработать легких денег. Вот так вот, да? У легких, в плане, что легко найти работу. Работа будет нелегкая. Работа была адская, честно скажу. Я поработал, наверное, за 2 месяца сменил видов 10 различного труда, в том числе я на море работал, работал в полях, на стройке, сажал рис, заливал бетон, что только не делал. Было адски тяжело, в частности, из-за того, что очень жарко. Очень-очень жарко. Палящее солнце, трудовой день у них длинный. Обычно это по 12 часов, иногда и 14 часов. Поэтому тяжко было, но платят хорошо. В среднем где-то около 90 долларов за рабочий день. При условии, что еще кормят. в течение рабочего дня обед обязательно и пару перекусов. Ну вот, ребят, видите, на какого мы махрового, такого международного автостопщика попались. Это самое. Интересно, конечно, узнать истории. Наверное, там можно целую книгу писать. Кстати, ты для Ютуба не снимаешь? Нет, для Ютуба я не снимаю. Я стараюсь вести канал в Инстаграме. А, в Инстаграме есть? Да, есть в Инстаграме. Ну, такие небольшие истории с фото. Рассказывай, как называется тогда. Инстаграм называется Константин, нижнее подчеркнение, лицентиус. Лицентиус. Да. Можете подписываться. И зрители тоже могут подписываться, смотреть. Я выкладываю фото с подробными описаниями своих приключений, потому что, в принципе, я в путешествии постоянно нахожусь. только если где-то останавливаюсь там на пару месяцев заработать каких-то там денежек для дальнейших путешествий. Вот так вот. Берри Катипули постоянно, да? Да. А вообще, ну, постоянное место жительства есть какое-то? Да. Постоянное место жительства я в Подмосковье живу. Подмосковье? Да. Во время путешествия я сдаю квартиру, поэтому как бы небольшие деньги на ютубе. для жителей, Москвы, Подмосковье, вообще крупных городов, в принципе, удобно. Так что, ребята, вливайтесь, елки-палки, бабушку на квартиру сдаем, вот, и, пам, автостопить. Всем рекомендую, это опыт, который должен получить, ну, не каждый, но многие были бы, это опыт был бы очень полезен многим. А потом мы двигаем в трын. В принципе, вот у меня есть счастливая шляпа, можно сказать. Я с ней не расслучаюсь, путешествую по миру. Она проехала порядка 23 стран, побывала, где только не побывала. Слушай, а вот так вот, на вскидку, в каких странах ты бывал? Индия, Египет, Эмираты, Ливан, Турция, Черногория, Испания, Италия, страны Закавказья, Армения, Грузия, Азербайджан, вот так, Корея, Южная, вот так на скидку. В Северную нет? Нет, в Северную нет. А то там тоже работа есть, говорят, но бесплатная, мне кажется, да. У них там машин мало, автостоп, мы с автостопом попряг. Там, наверное, велостоп какой-нибудь. Хочешь доехать, садись, крутить будешь. В грузовике у каждого педали, да? Ряды скамеек. Как с веслами на галерах раньше, да. В принципе, даже со шляпой есть небольшая история у меня связанная. Насколько я помню, это было в Турции вроде, мы стопили, и, значит, остановился водитель, и прямо указал как бы на шляпу. То есть, из-за разряда обычно люди либо денег попросят, там скажут, или точнее цену назовут, там сколько ехать. мы автостопом путешествуем в принципе без денег. То есть, автостоп предусматривает путешествия без денег. Что ж вы сразу-то не сказали, а? Выгружаемых, да? Вот. Тут прям напрямую указал мне на шляпу из-за разряда, что в обмен на шляпу повезет. Мне нужна твоя одежда. Да. Как в терминаторе, да. На что я не мог пойти ни в коем случае, но пришлось как-то договариваться по-другому. Я сказал, что ты ему отдал. Надеюсь, это было что-то приличное. Я сказал, что могу дать поносить эту шляпу на во время, пока мы едем. Он нас довез, выскочил из машины и побежал. Фиг с ней с машины. Ну, благополучно он нас подвез, да, шляпа была в это время на нем. Он был очень рад. Как аборигены к бусам. А это, подожди, это в какой стране было? По-моему, это в Турции. Либо Турции, либо Ливан, потому что они очень похожи по своей сути. Слушай, ну вот, о машине из практики какие останавливаются больше? В России чаще всего останавливаются, конечно, фуры. Наверное, процентов 60, я думаю, где-то в таком соотношении. Самые ходовые останавливаются, как легковые. Чаще, наверное, седаны обычные. Вот. Из водителей, конечно, естественно, мужчины останавливаются чаще. Хотя и женщины тоже бывало. И женщины бывают? Да, было женщины. У меня был случай у меня в Грузии подвозила три француженки. Ух ты! Это было, да, три подруги. Они из Франции ехали, ну, точнее, не ехали, они сами из Франции. Одна из них этнически, наполовину францужек, наполовину грузинка. И она везла своих подруг на родину. И меня подвезли. Я был очень удивлен. Мне кажется, там что-то было связано еще с медведем и малиной, медведицей. Помните такой анекдот? Сейчас мы выключим камеру, я ребятам расскажу. А вам, конечно, необязательно знать. Захотите сами, посмотрите в интернете медведица и малина. Ребят, вот так мы ехали-ехали, уже практически подъезжаем к Вышнему Волочку, где придется нам расстаться с нашими попутчиками. А они нас продолжают развлекать и расплачиваться за поездку веселыми историями. Вот как раз Костя рассказывает, как он работал в Корее. Да. Одна из первых моих самых работ в Корее была, мягко сказать, очень странной. Потому что такой профессии, я уверен, никто из вас никогда не обладал и не будет обладать. Я думаю, это развито только в азиатских странах. Я был эксгуматором трупов. Каюсь! Я недобровольно. Каюсь. Меня заставили. Просто в Корее очень дорогая земля и кладбище там не содержат. В основном там все кладбища они родовые. То есть люди покупают землю и устраивают там захоронения. Так как земля там каменистая и глиняная, могилы они не копают, а делают холмы насыпные. Вот. И в этих холмах зарывают трупы. Через какое-то время, предположительно лет через 50 и более, труп разлагается, остаются только кости. А место-то надо освобождать для следующего захоронения. И моя первая работа была связана с тем, что я разрывал такие холмы и вытаскивал оттуда кости для... Я тогда думал, что для перезахоронения, а как оказалось, для кремации. Вот. Мы еще кремировали эти кости, перемалывали их, да, перемалывали их в муку после кремации и перезахороняли уже в урнах. Уже на гораздо... Место меньше занялись. Да, гораздо меньше места, да. И, как правило, это такие захоронения рядом с домом делаются. чтобы далеко не ходить. Обычно вот эти захоронения в виде... То есть у них нету специального кладбища, у них там может... Я не встречал, чтобы были какие-то централизованные кладбища. Я не встречал, если только какие-то военные, возможно, есть кладбище. А, в принципе, каждый выкупает какой-то участок земли. Как правило, это самая дешевая земля, соответственно, это где-то в горах. потому что вся остальная земля используется под посевы и постройки. Она очень дорогая. А сколько платили за такую работу? За такую работу по сути должны платить порядка 100 долларов в день, но именно мне заплатили за эту работу 60 долларов. Ну, а вот эмоционально как? Эмоционально абсолютно копаешь и копаешь. Останков там как таковых нет, их кости. Если тебе не скажут, что это человеческие, ты же никогда даже не поймешь, что-то человеческие. То есть что-то надо найти, собрать, сложить. Да, совершенно верно. Трупы завернуты в саван, так что как только натыкаешься на останки савана, там, значит, будет рядом кости. Самое интересное, как еще это происходит, что перед началом рытья собираются заказчики, то есть они следят за процессом заказчики и устраивают поминки наподобие наших с бухлом, с закусками и с сопутствующими разными увеселительными такими мероприятиями, потому что для них поминки достаточно веселые мероприятия, они радуются, веселятся. Да, ребят, на самом деле, подумай, какая профессия может быть в Корее. Так что... Да, будьте аккуратны, аккуратны. Я в Корее более десятка профессий сменил. с кем ты работал еще? Я работал, значит, строителем. Никто не допустит особо именно к строительству. В основном это возведение лесов или, наоборот, уборка лесов строительных. Разнорабочие как разнорабочие, совершенно верно. Я работал на полях. Полях работа связана с уборкой лука, картошки, значит, с высадкой риса, рис сажали. Я работал в море, значит, собирал, значит, это такая называется водоросль ташима. По-нашему, по-моему, это ламинария, насколько я знаю. Очень интересно, но очень тяжело. Вообще, морские работы самые тяжелые. Потому что на пекле и деться некуда с баркаса вы никуда. Опыт я получил, больше не хочу. Но в Корее больше не тянет, да? Именно работать не. Вот обмолвился, что собираешься на зиму свалить в Тунис. Не совсем на зиму, нет. не на зиму, да, ну, вот на ноябре, там, октябрь. Огтябрь, да, октябрь. А чем будешь там заниматься? Туда я еду, опять же, со своей попутчицей, с которой посетил предыдущие... Которая, как мы уже слышали, посетила 127 стран? 18. 117. 118 стран, да, посетила. Я столько перечислить не смогу, сколько она попала. Очень опытная в этом плане, поэтому я ей доверяю. Ну, по ее словам, да и по словам многих путешественников, Тунис одна из самых интересных стран Северной Африки. Всем рекомендуется посетить ее. Ну, все, ребят, вот вышневолочок, нам здесь, к сожалению, надо расставаться. Увы и ах, мы едем не до Питера, а так бы вы сегодня были бы уже со своими друзьями, то есть добрались бы уже до Питера. Не знаю, я желаю ребятам быть сегодня также в Питере. Надеюсь, им повезет. Рассказать еще раз эту историю увлекательную. Один раз. Один раз и закончить ее в Питере. Да. Хорошее пожелание. Вот такие вот маленькие рюкзаки у них. Да, они 60-литровые по примерно килограмм по 12. Ребят, если вы увидели человека в такой шляпе с рюкзаком, идущим по обочине, остановитесь подвезить его. Да, посмотрите, не в шляпе ли он, а если в шляпе, то подвезите. Такого расскажет. Вот мы в Волочке. Ну и, собственно, давайте продолжим, будем смотреть, что же мы сейчас найдем. В Волочке нас уже поджидают и сопровождает машина до места, чтобы мы не заблудились и нигде не крутили. потом таким составом. Вот мы приехали к воде. Здесь есть слип. Сейчас быстренько разгрузим снаряжение. Я переоденусь и будем погружаться. Я уже почти готов, почти собрался. Вот металлик, вот система махука от тритона. Все уже собрано. Ушло у меня на это, ну, минут, может быть, десять. Когда все на своих местах лежит, очень быстро все собирается и все движения, и все движения, в принципе, отработаны. Осталось облачиться в костюм и вперед. Посмотрим, что здесь есть. Чуть-чуть, правда, вот говорят, ветерок поднялся и здесь на мели муть поднимается. Попробуем, отойдем подальше, метра на три на четыре там позволяют глубины такие. Вот это вот все зона затопления. Здесь были когда-то улицы, дома, жизнь, люди что-то теряли, что-то закапывали. И самое главное, что с 1953 года туда мало кто забредал, особенно с прибором. Пойдем посмотрим, что там есть. Телепузик готов. Осталось туда себя заставить в воду залезть. Она мокрая и холодная. Как правило, эта фраза звучит дважды. А первая перед тем, как зайти в воду и второй раз как из нее выйти, да? Да, да, да. Garmin Descent MK1 очень мне нравится. Нравится еще и тем, что выполняя функции подводного компьютера и компрессиметры и прочих вещей он еще и является хорошими поседневными часами. У нас, видите, душ работает. Вот так вот работает. Берешь горячую водичку и одеваешься с комфортом. Если мы это делаем где-то на природе, то значит ставим палатку. Старенькие мы уже. Комфорту хотим. Кто пишет, что надо привознемогать на природе, ради бога, привознемогайте. Мы не хотим. Уж столько всего у нас подготовлено и сделано, чтобы все это состоялось. И ласты у нас. И антенка из хуки воздушная торчит. Даже ласты есть. Мы даже ради такого дела ласты купили. Да. Сейчас я возьму, попробую буксировщик, как он будет работать. Ласты у меня специально маленькие, чтобы можно было легко было и удобно работать на дне. Ну и в то же время при необходимости, чтобы можно было попусть. Скажем так. Берег. Нежели чего. Все, ребятки. Ухожу я по воду. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, давайте пожелаем Герасиму Васильевичу удачи. Пусть ему улыбнется и он что-нибудь оттопает интересное. Ну пока будем сохнуть на берегу. Узнаете, ребят, что это такое? По виду это троллейбус. В общем-то, вот во что можно превратить советский Лиас. Достаточно неплохую плавучую платформу. Немного его раздуло, подвели под него понтоны. Да, и все это работает. Вот так выглядит главный пост. Штурвал. Музыка. Решили мы, ребят, навестить Герасима Васильевича. Другой он далеко, стоит на одном месте. решили проверить, что он там делает. Так, ну а двигает эту махину 50-сильный Сузуки. Достаточно бодро все это. Перегреться по вонной глади. Да, здесь еще второй этаж субтитры. Страховать Герасиму Васильевичу, потому что он на одном месте очень много стоял, но там сигналит световым сигналом. Это я здесь ребята, со мной все в порядке. Сейчас мы ему подкатим кусок острова, он на суше выберется, немного отдохнет, перевезет дух, а мы узнаем, что он там нашел или не нашел. Васильич, мы решили, что тебе скучно и одиноко. Автобус у вас шикарный, а ты ничего не нашел, а сигналы есть? Видимость, вот. Сигналов тоже мало очень, песком видать все замывает. Слушай, ну что, поднимайся к нам на борт, поднимайся к нам на борт, обсохнешь. Зарядишь, зарядишь, как я, аккумуляторы. Так у меня пока все хорошо. А, то есть ты поламутил воду, да? Ну слушай, видимость вот, очень слабенькая, на два метра уходишь, темнота вообще. А западный ветер пошел, волна пошла. Да, я чуть-чуть здесь поползаю, где еще светло более-менее, доводим. Раз убираемся, Васильич, все хорошо, мы пойдем встанем на прикол. Он в одном месте долго очень копался, как раз на свале где-то был. Блин, ребят, беда случилась. Скубу я, которую вишка делал, потерял. Как она у меня с руки соскочила. Лучше всего вещь, которую делаешь руками, которую нельзя просто пойти купить. Капец, конечно. Есть потери потерь. Что потерял? Скубу потерял? Да. Это потеря потерь. Эх, будем по берегу ее искать, ее волной должно прибить. А? Должно, не надеется. Будем искать. Все, давай выходи наслушать к нам. А то у меня тут уже цунами смывают по стравам. Ну ладно, по крайней мере мы промазали, но мы выстрелили. А вот если бы не выстрелили, то бы точно промазали. Сейчас выйду туда, переоденусь, я вам расскажу почему, несмотря ни на что. Знаете, нас беспокоит один вопрос, Герасим Васильевич. В каком костюме вам комфортнее? Вот в этом или в том, в котором вы были до? В воде, в том, в котором был до. В этом воде не так комфортно будет. Сейчас, ребят, мы соберем. У тебя водный эскипас? Да. Пропуск к хуке. Хука от тритона включается только вот таким ключом. То есть никто к вам не подплывет к плюшке вашей и не отрубит вам воздух. Посмотреть, что там сплывет. Или что это за кнопкой, что она выключает. Сейчас мы соберем вещи и сядем. Спокойно вам расскажу, как все было. И почему Мишка потерял скубу. Я потерял скубу? Да. Не может быть? Да. Эх, какая была скуба, какая была скуба. Да, какая была скуба. Ребят, что я вам хочу рассказать по поводу того, что вот копал я копал и ничего не накопал. Ну, во-первых, потому что я лошара. Ну, лошара почему? Потому что опыта такого не имею, прям великого. Но надеюсь каждый раз что-нибудь найти могучее, неподъемное. Ну, главное же надеяться и пытаться. Вот, в принципе, я сегодня уже видел, что прозрака нет, муть, ветер подымается. Ну, так хотелось под воду залезть. Я, короче, залез. Как видели, у меня не то, что находки, у меня потеряшки. Я потерял скуб модный, который сделал Мишане. Придется делать еще нам два скуба сразу. Обидно, печально, досадно. И нифига не ладно. Я его искал, искал, лазил, лазил. Какой прозрак был, вы видели. Я вот нашел грузик от сети, вместе с сетью, в песок замытый. И какую-то там алюмишку. Все. Ну, некомфортно находиться под водой, когда видимость у тебя... Буксировщик, кстати, буксировщик тема. Имеет право жить, потому что нырять я собираюсь с короткими ластами, на которых особо далеко не поплаваешь. Но с ними удобно работать на дне. У тебя вроде ласты есть, но вроде бы, как бы, они тебе не мешают, нежели длинные охотничьи ласты. Буксировщик помогает экономить существенно силы при вот таких вот передвижениях. Там 100-200 метров переплыть куда-то вообще не проблема становится. Единственное, что надо его сделать крепление на магните, чтобы оно крепилось на пояс. Кстати, наш автобус уже отходит, и мы прервемся на вот этот вот эпический момент, который сейчас будет происходить. Мы будем есть персики с березовым соком. Видите, нам в помощь веселый-веселый олень. Непонятно, почему буратино и олень. Все, ребят, надо помогать, надо там швартовать, ошвартовывать, отвязывать, завязывать, привязывать. В общем, свистать всех наверх. Тут главное вовремя оттолкнуть мишку, чтобы он не успел запрыгнуть в нашу чхуну. Ты хочешь разлучить меня с буратиной? А мы пойдем, там люля такие привезли. Ой-ой-ой-ой! Вкусные! Мишка, заходи! Ой-ой-ой-ой, сейчас я как на шпагах тут растянусь. Ну все, смотрите, шхуна сейчас пойдет. Какая шхуна, это автобус? А водитель-то у нас опытен-опытен. Как рифы обошел. Сейчас кондуктор придет и билеты проверит. А билеты все, а не обелеченных за борт выкинет. С компостером. Сначала компостером, а потом замок. Да. Ребята, автобус глиссирующий. Шучу, шучу. Да что, всего 300 лошадей, вон Сузов стоит. 300 кобыл. А как она даст сейчас? Мы сейчас просто проходим секретный форматор торпедных катеров. Да, раздуло-то. Это ветер хороший, здесь метровая волна. Мы так на мельке ее раздуваем. Итак, ребята, докатались мы, шторм пришел. Смотрите, что творится на улице. Автобус дальше не идет, автобус идет в парк. Вот так вот. О-о-о, нас несет-то вообще мощно. Нас несет там мощнейшая вообще. Не, пойду-ка я зайду. Что-то мне не хочется. Хочу? Ну что, у нас капитан спокоен, бодр. Ну и мы волноваться не будем. Он сказал, что все мели здесь знают. Ну вот и все, ребята. Мы пришли в тихую гавань. Здесь хорошо и уютно. Завтра будет поход к непроходимому озеру. Ну а сегодня вот был такой день с пробой копа. Я считаю, что удавшийся. Ну потому что он же был. Вон стоит вездеход. Завтра вы увидите еще один преж, который вот ребята, купив одни из первых, уже его собрали. И собрали с очень интересными доработками. Мы вам завтра их покажем и расскажем о них. Мишаня вон вяжет, березу связывает зачем-то. Морской узел. Морской узел. Это речной Миша узел. Речной, да? Да. Любой узел, завязанный на реке или в море, считается морским или речным. А что у меня бережной узел будет? Ты на берегу его завязал? Забирайся тогда. Все, ребятки. Так это мы будем отдыхать. Всего вам хорошего. Сладких снов. Ставим лайк. И ждем следующую серию. Ребятки, Мишаня переезжает с печки. Посмотрите, посмотрите какой изнеженный горошек. Я сейчас твою кровать покажу. Говорит, это тоненько для меня будет. Тоненько. Идет на диванчик. Покажи свою кроватку.